Дальний Восток В основном, когда начинаешь слушать, о чем же все-таки рассказывают, оказывается, что говорят в основном плохо. Вот читаешь информационную ленту, то моряки падают в обморок на Русском острове, то там свет отключают, то вымерзают поселки, то что-то не так с губернаторами, то мосты, ну в общем, какая-то сложность с ними возникает. То есть так или иначе говорят плохо, но на самом деле не все так плохо. На самом деле все гораздо хуже. Все гораздо хуже. Почему? Потому что, к сожалению, российский Дальний Восток уже отдан по умолчанию. Знаете эту функцию? Не поверите? Хорошо. Сколько населения уезжает? Сколько вкладывают инвестиции зарубежные партнеры? А федеральные целевые программы, вы знаете, отдача от них столь смехотворна, что стал уже притчей во языцах. А недавний разговор о том, где же будет проходить саммит. Если в этом зале сидят люди из Владивостока, они не дадут мне соврать, что прошлый и позапрошлый год упорно ходили слухи, что саммит будет проходить в Санкт-Петербурге. Иными словами, тема моего выступления ответит на вопрос «Зачем?». Вы знаете, вопрос «Зачем?» задавали 300 лет назад, когда стал вопрос «А зачем нам нужны Европы?». Бояре этого не понимали, пока Петр Первый в своей великодержавной воле не прорубил окно в Европу. Параллельно же шел процесс, который очень точно обозначил великий Михаил Ломоносов. Россия прирастать Сибирью будет, что, в общем-то, и произошло. Именно благодаря этому прирастанию Россия обрела современные контуры. Процесс этот был длительный, сложный, многообразный, где-то кровавый. Но вообще история России – это история кровавая, это история баррелей вылетних крови. В то же самое время Дальний Восток, несмотря на его такую значимость, он помог России обрести ее контуры, он до сих пор остается далекой окраиной и в Российской империи, и в Советском Союзе, и даже в современной России. Несмотря на деятельность великодержавных мужей, таких как, прошу любить и жаловать, Николай Николаевич Муравьев-Амурский, который сделал все для того, чтобы нынешний Приморский край стал территорией России. Чем он закончил, вы знаете. Был потом отправлен в отставку, умер в Париже. Ну, сейчас, соответственно, его останки перенесли, есть память Николаев-Востоке. О чем я хочу вам в данном случае сказать? Вот это понимание крайней периферии, оно мне напоминает знаменитое проклятие Текумси. Наверное, все знаете, да, прокляв президента США, и президент, который в нулевой год приходит к власти, рано или поздно, ну, не своей смертью умирает. Вот только Джордж Буш младший, не знаю, к сожалению, или наоборот, к счастью, избежал этой участи. И подобная же ситуация с Дальним Востоком. Вот просто посчитайте, не поленитесь. Примерно каждые 40 лет начинается вложение. Вот середина 19 века, конец 19-го, 30-е годы, 70-е, да, сейчас очередной виток, видача очередной 40-летия. Чем это может завершиться? Очередным проклятием или же все-таки очередным прорывом? В конце 20-го века периферия, так уж получилось, так уж сложилось, стала настоящей границей, я не побоюсь этого слова, форпостом России на Тихом океане. В АТР, наиболее динамично развивающемся регионе. Регионе, где существуют мощнейшие экономики. Центры политической силы, которые борются за ресурсы, за сферы влияния. Где существует масса интеграционных группировок, которые вырастают, как грибы после дождя. И в этом отношении Россия получила уникальнейший шанс войти в этот центр мировых процессов, азиатский и океанский регион. И мы не можем от этого отойти. Это не 16-й век, когда, помните, да, Колумб открыл Америку, начинается освоение, в общем-то, нового старого света. АТР, он был несколько в стороне. Даже китайцы, вы знаете, они не совершали плавание. Но в конце 19-го века ситуация в корне меняется. И АТР становится центром торговых потоков, центром коммуникации. И в этом плане нам несказанно повезло, поскольку мы имеем уникальнейший шанс войти в эти процессы. Несмотря даже на тот факт, что Россия несколько запоздала в эти интеграционные группировки, все-таки российский Дальний Восток становится, по фигуральному выражению Солокойна, настоящим регионом воротами. Что же такого ценного в Дальнем Востоке? Прежде всего, я считаю, это главное, это на первом месте, Дальний Восток это уникальнейший транспортный узел. Такого нет нигде. Это и возможность из Азии перейти в Европу, это и уникальнейшая возможность через транспортные магистрали, существующие и проектные, которые будут созданы, взаимодействовать с развитыми центрами, объединять в том числе и наших тихоокеанских соседей. Но помимо того, что можно перевозить людей, продукты, поскольку территория проходимая, это очень важно, существует у нас еще и масса минеральных ресурсов. И ресурсы тоже можно продавать за рубеж. Кстати, на этом построена стратегия современного российского государства. Мы продаем газ, второй вопрос, как мы его добываем, тут второй несколько вопрос. Мы продаем наше черное золото нефть, продаем его в том числе в Китай. Многие думают, правда, за большие деньги, а на самом деле за копейки. В целом уровень поставок углеводородов составляет существенную долю прибыли российского государства. Хотя в целом пока еще со странами АТР доля торговли составляет всего лишь 1%. Помимо ресурсов, помимо транспортных возможностей, Дальний Восток — это уникальнейшее, бесценнейшее место, где существуют уникальные флоры и фауна. Более 56 видов, многие из которых являются эндемиками. Кроме того, это еще и уникальнейший ландшафт, климат и рельеф. Во многом из-за этого рельефа Дальний Восток является стратегическим местом. Но вы посмотрите на этот слайд. Это 25-й кадр на самом деле. Он по счету 25-й. Потому что речь идет не столько о боеспособности нашей армии и эффективности учений, сколько о том, что все-таки значительная часть земель Дальнего Востока находится в ведомстве Министерства обороны и, соответственно, теряет свою креативность. Хозяйствование не может вестись на должном уровне. Соответственно, уже роль падает. Естественно, перспективность остается. Но стоит ли вкладывать? Стоит ли ожидать чего-то большего? Как результат, население убывает. С 1991 года это перманентное уменьшение. К 2020 году меньше 4 миллионов. Сколько о Москве вы знаете. Конечно же, приезжают другие. Но, извините, уровень культуры, уровень образования, в конце концов, уровень профессионализма вызывает вопросы. Вкупе с сложной социально-экономической обстановкой, по уровню развития, вы знаете, ниже территории Дальнего Востока, чем центральная Россия. Высокий уровень криминальности среди населения, в том числе среди молодежи. Это очень опасный факт. Безусловно, мы понимаем все эти проблемы. Мы видим, что происходит. Но у нас нет адекватного ответа. Что нас ожидает? В данном случае ни Поднебесная, ни страна восходящего солнца, ни страна утенней свежести с ядерными боеголовками, да и ни сама Первопрестольная, к сожалению, не могут дать ответ, каково же геополитическое будущее российского Дальнего Востока. Но я могу сказать вам однозначно. Даже если Тихий океан станет сметаной, мы будем последними, кому дадут ложку. Однако деньги идут, мосты строятся. Создано недавно Министерство Дальнего Востока. Значит, жизнь кипит. Но посмотрим сценарий развития Дальнего Востока, и мы увидим, что все они при всей своей радужности пессимистичны. Нас ожидает, грубо говоря, откол, потеря и так далее. Этого допустить никоим образом нельзя, иначе мы не просто теряем выход к наиболее динамичному, развивающемуся региону, мы теряем целостность нашего государства. И это мы обязаны знать. У меня есть свой сценарий, позитивный, исходя из того, что я уже сказал. И он строится на трех простых вещах. Тех ресурсах, которыми обладает российский Дальний Восток, и которые нужно учитывать. Первый — это, безусловно, бесценная экология, важнейший фактор для устойчивого развития в современном мире. Второй — экономика, которая основана на экологии, а не на бездарном, варварском разрушении ресурсной базы. И третий, очень важный момент — это, безусловно, развитие Дальнего Востока как транспортного хаба, транспортного узла. Я благодарен тому, что вы дали возможность рассказать мне про позитивный сценарий развития, и я уверен, что этот сценарий себя оправдает. Тем более, что у нас в университете учатся очень позитивные, грамотные, перспективные студенты, которые, в общем-то, я уверен, принесут радостное будущее нам, нашим детям, внукам, правнукам. Огромное спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...